Следственный комитет РФ обнаружил вдруг, что 80% всех денег, выделенных на ремонт военных кораблей, украли. Причем большую часть бюджета присвоила компания бывшего депутата Госдумы РФ Лященко. В России его обвиняют и, наверное, посадят, а вот в Украине, я думаю, могли бы и наградить. Им могли бы быть довольны лично Буданов и Малюк. Такую операцию провернул. Он годами подрывал боеспособность флота агрессоров, не привлекая внимания. И с помощью авторской методики, достойной профессионального саботажника, привлек даже целого контр-адмирала. И при этом сам умудрился выйти почти сухим из воды. Его зовут Алексей Лященко. Вдумайтесь, для прикрытия внедрился в ряды самой Госдумы. Раньше был депутатом. И хотя его биография достойна лучшего агента-диверсанта в тылу, но на деле все для россиян еще хуже. На спецслужбе он не работал, зато работал на собственное обогащение. Но ущерб флоту России наносил не меньший. Шутка ли? Около 80% денег, выделенных на ремонт десятка военных кораблей, куда-то просто испарились. Лященко сделал головокружительную карьеру. Сам военный моряк, но не из мажоров и довольно молодой. Алексей Лященко глава комитета по делам ВПК. Поэтому его поддержка в переговорах с министерством придется как нельзя кстати. И конечно же вот здесь помощь Алексея Владимировича, я считаю, будет неоценима. Потому что его контакты в министерстве обороны достаточно крепкие. И они как раз и могут нам помочь. Контакты в министерстве обороны были и правда достаточно крепкие. Достаточно, чтобы с контр-адмиралом Юрием Байло разворовать сотни миллионов рублей. Их выделяли в рамках оборонзаказа на ремонт и обслуживание судов. Теперь так считают даже официальные российские следователи. Правда, с обвинениями они чуть-чуть опоздали. На 7 лет. Поэтому делец нынче уже давно расслабляется на золотых песках Дубая. А расслабляться, видимо, есть на что. И то ли схема столь простая и наглая, что ее даже никто не ожидал. То ли помогла депутатская крыша. Но все это годами происходило прямо под носом у силовиков. Для решения многих задач усилий на местном уровне недостаточно. Я готов по конкретному вопросу выйти на федеральный уровень. А вот бросились искать Лященко как раз после того, как тот остался без кресла в Госдуме. Потому что в России они стражи именно режима, а не стражи закона. И Лященко чувствовал себя явно очень смело. Делалось это все через Шарашкину контору ПГ «Новик» из подмосковного города Пушкин. Через структуру прошло 1,2 миллиарда рублей по госконтрактам. Но оказалось, что сама группа обладает лицензией на ремонт одних лишь кранцев. Прокладки между бортом корабля и причальной стойкой. Иронично, что и роль группа выполняла тоже прокладки. Впрочем, одну работу все же делала – пилила. Вместо реальной работы ПГ «Новик» служила прокладкой между Лященко, Байло и субподрядчиками. Которые, как и ПГ «Новик», зачастую не имели необходимых квалификаций и сертификатов. Но сперва уголовное дело на диверсанта во власти открыли только за невыплату зарплаты работников. Оказалось, долгов скопилось на несколько сотен миллионов рублей. И это самое меньшее, за что его могли пытаться посадить. И сначала суд даже заочно заключил Лященко под стражу. Но дальше также заочно и отпустил. Тот даже не выезжал из ОАЭ. Как говорится, закон один для всех. Его подельник, контр-адмирал, все же успел немножко дольше посидеть на скамье подсудимых. Но достижения путинизма в сфере юриспруденции спасли его. В 2017 году Североморский райсуд, Мурманская область, признал его виновным в незаконном предпринимательстве. Компания занималась ремонтом БДК «Оленигорский горняк» без необходимой лицензии. Подсудимый был оштрафован на 150 тысяч рублей и почти сразу же амнистирован под удивленными взглядами бывших коллег по флоту. Но этого оказалось мало. И вскоре Байло обжаловал приговор, и тот вовсе был отменен судом. Отличная награда за весомый вклад в ослабление обороны агрессоров. От самих же агрессоров. Невероятно, но в путинской России можно набрать контрактов на общую сумму около миллиарда и двухсот миллионов рублей и просто залечь на дно. И вполне вероятно, благодаря этому когда-то досрочно залягут на дно и подшефные корабли. Тем временем многие ремонты боевых судей на бумаге идут до сих пор, многие годы, а еще больше и вовсе сорвались. Зато не сорвались планы на красивую жизнь у Лященко. Это не просто скандал, это национальное унижение. И главный автор, идеолог и хранитель которого уже 23 года сидит в Кремле. Редактор субтитров А.Семкин